Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о почте. О том, что такое почта сегодня, о том, как начиналась почта и о том, какой она планирует быть в будущем. Тем более, что с почтой связаны многие приятные моменты в нашей жизни. И, к сожалению, бывают неприятные моменты. Обо всем этом мы поговорим сегодня с Евгением Егоренковым, начальником ОСП «Люберецкий почтамт» УФПС Московской области «Макрорегион Москва». Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте, Николай. Вот такое серьезное, очень сложное название говорит о том, что почта на сегодняшний день в стране какую занимает нишу? Что это такая за организация? Как ее можно рекомендовать, например, если мы говорим о бренде? Во-первых, большое спасибо, что вы нас пригласили. Мы активно участвуем в жизни населения, как и почта, как и все остальные структуры. Что касается такого бренда «Почта Россия», наверное, для вас и для меня, для каждого это жизнь. Это какой-то определенный этап, без которого нельзя существовать. Каждый прекрасно понимает, что он приходит на почту зачем-то, и он получает оттуда то, что он хочет. Уважение, отправление открыток, получение писем, пенсии, пособий, материалов письменных. Различная сфера услуг громадная. На сегодняшний день, я так думаю, каждый, наверное, думает, почта – это первый стратегически важный объект Российской Федерации. То есть это такое связующее звено? Да. Между людьми, между организациями, между государствами? Как бы больше даже, связующее звено между каждым из нас. Понятно, что государство одно, мы какие-то услуги, да, но все-таки мы пишем письма. Это, опять же, звено между одним и другим, между мужчиной и женщиной. То есть общение. Когда мы бросали письма в почтовые ящики, когда поздравляли телеграммами, обязательно покупались. Помните телеграмма, как это называлось, цветная, не цветная? То есть с картинкой послать, значит, телеграмму дороже. Без картинки просто так, это дешевле. Телеграмма была что-то такое вот очень важное в жизни. Были радостные телеграммы, были печальные. Ну вот была такая почта, почта СССР, плавно перешедшая в почту России. И вдруг тут появляется, товарищ интернет, появляется словосочетание «электронная почта». И мы еще помним момент, когда даже вот так особо не воспринимали, что такое электронная почта. Ну вот как бы есть и есть, да, а почтовые ящики оставались. Это очень похоже, знаете, на то, как городской телефон тоже до сих пор же, таксофоны существуют. И связь существует, но даже мобильная уже как-то уходит на второй план. К чему я веду? Насколько на сегодняшний день интернет забрал какие-то вот эти полномочия, связи между людьми, между странами? Хотел бы привести такой пример. Да, мы все знаем, что такое театр. Да, это красота. Да. Когда появилось телевидение, театр-то остался. Мы все прекрасно знаем, что появился интернет. Но как писали мы друг другу письма, коротенькие, емкие, так и остался. Так что забрать она у нас ничего, интернет не забрал. Он только нам преподнес больше возможностей, больше энергии и больше внимания на каких-то определенных видов деятельности. Вот сейчас интернет, это цифра, да, будем так говорить, она нам помогла. В период пандемии, потому что все прекрасно понимаем, что данная ситуация была тяжелая не только для нас, но и для каждого жителя. У нас также образовались и работают же люди 65 с плюсом, да, и мы их на самоизоляцию продемонстрировали, чтобы они находились дома. И тут нам помог интернет. Он давно уже, в принципе, у нас в системе передача данных, быстрая скорость. Да, проверка. Проверка, да, это неотъемлемая часть нашей работы. Но здесь это хорошо показало в том, что люди могут общаться, не выходя из дома, и получить услуги, не выходя из дома. Они открывают личные кабинеты, они там могут провести, зарегистрировать посылку. Они могут к нам прийти, просто ее отдать, не стоя в очереди, записаться по очереди. А мы помним времена, когда были очереди на отправку, на получение. Из одного окошка тебя отправляют в другой, иногда даже чуть ли не в другую дверь, в другое здание или на другой этаж. То сейчас пандемия, она, в общем-то, на всех уровнях немножечко скоординировала работу. И я так понимаю, что сегодня вы, ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот на вот этих новых возможностях показали, что, в принципе, вы можете очень даже хорошо сотрудничать с интернетом. И при помощи интернета, при помощи этой всемирной паутины, в общем-то, решать главную задачу. Да, доставлять вот то самое удовольствие, информацию, которая людям необходима. И человек сам может просмотреть в своем личном кабинете, где находится, например, посылка. Если он ее откуда-то заказал, если кто-то ему переслал, да. То есть все вот эти прохождения этапов, начиная от отделения и заканчивая получателем, там, да, у нас с вами сортировочные центры пошли, и логистические центры. И в результате он получает у себя дома, приходит в отделение связи, получает посылку. Он может даже заказать ее на дом. Например, авиатранспорт у нас частично встал, потому что были закрыты границы. Как проходила работа почты? Или она остановилась на каком-то этапе? Ну, вы знаете, что почта не останавливается. Даже во времена войны, в Великой Отечественной войне, все равно почта работала. И доставляла почтовый или военный корреспондент, доставлял на место боевых действий маленький конвертик, треугольничек, да, вы помните, где были хорошие там вести из дома. Или он отправлял домой вести. Жив, здоров, все остальное. Что сейчас касается вот данной ситуации коронавирусной инфекции, да, внесли коррективность. Это совершенно верно. И причем очень большой. Мы пришлось нам скорректировать графики работы, скорректировать режим, и скорректировать очень много процессов, которые на сегодняшний день они нам помогли. То есть в этот момент мы посмотрели, где мы можем и как мы можем отработать сложных ситуаций. Старые почтовые отделения, там стекла были изначально. То есть это общественное возвращение к какой-то степени к старому. В принципе, вот мы тоже на это отреагировали. И по рекомендации Роспотребнадзора, когда мы это все устанавливали, мы тоже вспомнили эту историю. Да, что это было. Что это было, что мы возвращаемся к определенным моментам, которые нас безопасны. Было у нас европейский, да, вот лицо в лицо, вот чтобы мы на... Но раз пандемия внесла такие коррективы, мы должны... То есть это навсегда теперь? По крайней мере на сейчас. Ну, по крайней мере на сейчас это да. Как только будет у нас обстановка более-менее спокойная, нормальная, мы, конечно, войдем в свой прежний режим работы и, соответственно, будем дальше функционировать. Очереди, когда люди вдруг... Ну, бывает же такой момент, да, вот неожиданно приходит 10 человек, им нужно отправить, я не знаю, какие-то свои телеграммы, письма, значит, и так далее. И ту же посылку, да. Ну, посылка, это будут разные очереди, но тем не менее. Вот вдруг так попадает. Как вы эту очередность теперь будете строить? Мы, конечно, боремся, чтобы у нас не было очередей. Мы прекрасно это понимаем. И время наших клиентов ожидания, и время наших работников-операторов. Но вообще мы работаем на благо наших клиентов, на благо люберчан, будем так, на наших людей, которые нас оценивают. Вот сейчас вот эта пандемия внесла даже корректировки. Вы видите, разметочку мы везде тоже установили. Это не говорит о том, чтобы мы как бы растягиваем. Нет, это безопасность каждого клиента. Вы же понимаете, что ее никто не соблюдает. Нет, почему? Но люди не смотрят под ноги. Мы вот обратите внимание, сейчас, как только пошло такое ощущение, что вроде как попустило, да, начнем даже не про почту, а про магазины. Люди как-то не очень соблюдают. Но вы сделали это хорошо, как, собственно говоря, и банки, и магазины сделали. Но вот как регулировать это с помощью... Ну вот пришло 10 человек. Чего? Расставлять их на полтора метра? Ну сейчас те моменты, которые есть, действуют у нас. Мы с вами понимаем, что все-таки нужно их следовать и соблюдать. У нас 80 сантиметров от барьера считана линия, чтобы человек мог передать и отойти, а получить услугу, да. Если мы видим, что люди как-то, ну, в сферу своих занятостей, забывчатых, как-то все... Торопливости. Торопливости, да. Мы напоминаем. Культурно, вежливо. Соблюдайте. Да, уважаемые. Собственно говоря, как и в магазине. Как и везде. Да, и я вам, знаете, убежден, и сейчас я вижу по своим определенным мониторам, где мы отслеживаем очереди, люди соблюдают. Люди прислушиваются, и они входят в положение данной ситуации. Есть, конечно, которые вспыльчивы, там, ну, не без этого. Это наше общество, это, да. Но, более того, мы дальше организовали услугу, что можете заказать по телефону, например, в какое время вы придете. Не ждать в очереди, да, там, отправить свою посылку, запись на прием. То есть это будет выделенное окно. Вы 13.30 записались, вы подошли к 13.30. И вот то окошко, которое обычно закрыто, специально для вас откроется. Они у нас не закрыты, они у нас во всех открыты. Просто режим и график режима работы операторов, он, конечно, меняется. Но сейчас и внесла пандемия с тем условием, что у нас много людей были с возрастным. Ну, поэтому, да. И более того, приходилось нам как-то совмещать окна, совмещать вот эти моменты. Ну, это жизненная ситуация, но мы ее преодолеваем. Мы преодолеваем, и я так думаю, и видно по всем нашим отзывам, результатам с хорошим динамикой показателей. Мы чуть-чуть увеличили сроки хранения посылок именно для людей, которые в период, например, не могут прийти забрать. Из 30 дней до 60. То есть, чтобы человек не беспокоился, что пойдет обратно, что он не забрал и вернулось обратно. Мы сообщаем ему в виде СМС оповещение там идет, в виде информированного в его личном кабинете. То есть, это связано с пропусками, если у человека нет пропуска, он не может прийти. Да. Вы же помните, что у нас могли раз заказать пропуск на посещение определенных заведений, да. В том числе и к нам то же самое также проходили. И люди приходили, звонками звонили, а моя ли там на месте. Мы им так информировали, что и в средствах массовой информации, и везде про... Не бойтесь, не переживайте, ваша посылка вас ждет. А вот грузопоток, если можно так сказать, посылок, он увеличился на время пандемии, уменьшился или остался приблизительно таким же? В период одного месяца было, да, уменьшение было, потому что все-таки это катаклизма такая по всему миру произошла, да. Но потом мы нарастили и выровнялись. И фактически сейчас, я вот так хочу вам даже сказать, в 2019 году у нас доля отправления, например, ЕМС и посылок, ну, была, например, ну, образно там 200 тысяч, да. То сейчас у нас она в 250-300. То есть мы увеличиваем. Ну, это хорошее приростное. Это говорит о том, что человек уже, клиент, будем так говорить, наш любимый, он дома уже начинает работать с интернетом, с сервисами, с цифрой. То есть он уже сам выбирает, в какое ему время, когда ему удобнее и как быстро это проходит. Это говорит о том, что все-таки мы в конкурентоспособной среде работаем. Мы еще поговорим о ваших сегодняшних современных возможностях, потому что, ну, некоторые люди, знаете, кто-то постоянно с почтой, да, связан, кто-то частично, а кто-то как-то давно уже не бывал, ну, потому что как-то мимо обходит, да, никаких писем там, штрафов не приходит. Тем более, что штрафы можно получить на свой собственный телефон или в личном кабинете в всевозможных сервисах оплатил и не обратил внимания. Но все равно они к нам приходят. Да, но мы об этом еще поговорим, а сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что сегодня у нас в студии Евгений Егоренков, начальник УСП Люберецкий почтамт, УФПС Московской области, макрорегион Москва. Сейчас вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Евгений Егоренков, начальник УСП Люберецкий почтамт, УФПС Московской области, макрорегион Москва. И в первой части мы поговорили о том, как почта работала, в том числе Люберецкий почтамт работал во время пандемии. Но прежде чем мы поговорим о сегодняшних возможностях, о том, как вы работаете, что вы предлагаете своим клиентам, как вы сотрудничаете, я не знаю, как не сотрудничаете, а взаимодействуете с другими вашими подразделениями по всей стране и по миру, может быть. Все-таки немножко истории. Ну, история Почты России и, соответственно, Почты СССР, да, и прицарской, там, посыльной, соответственно, вы понимаете, что она очень-очень идет давно. Что характерно Люберецкого почтамта, то здесь история вообще грандиозная. Фактически, более того, я так вкратце сейчас скажу, с октября месяца 2019 года в подразделение Люберецкого почтамта вошли еще такие крупные округа, как Домодедовский городской округ, мы его теперь тоже обслуживаем, Воскресенский городской округ, тоже его обслуживаем, ну, соответственно, до этого мы Раменский, то есть вы представляете теперь какая-то большая территория зоны покрытия, обслуживание именно Люберецким почтамтом. Из того, что у него прекрасный коллектив, грамотные сотрудники, ну, и, соответственно, есть желание всегда меняться и всегда что-то новое познавать. Вот, хотел бы привести такой пример хороший по Малаховке, да, у нас есть оператор, которому уже отработал, ну, стаж, будем говорить, 43 года уже, понятно, мы там ее в пандемию сейчас, она находится там дома, соответственно. Но зарплата идет? Нет, она на пенсии уже, мы все равно поддерживаем, да, и она каждый раз нам отзванивается, у нас в Малаховке все хорошо. То есть мне уже достаточно ее звонка, чтобы она сказала, что у меня в Малаховке все хорошо. Вот таких вот, что характерно, и в Бронницах, в Лыткарина, очень хорошие люди, очень грамотные, очень такие энергичные. И что мне очень нравится, что они участвуют в жизни, в жизни своего округа, в жизни своего почтамта, в жизни своего коллектива. Мы же празднуем сейчас День Почты, который у нас идет, и, соответственно, они тоже с нами в нашем дружном коллективе и еще учат наших молодых. У нас очень хорошо работает профсоюз. Люберецкий городской почтамт, наш первый категорий, у него самое большое количество профсоюзных участников, наших работников. То есть люди отстаивают не только права, но и предложения, какие нам надо, как поменяться, где нам лучше что-то сделать. То есть вносят в жизнь работы свою какую-то изюминку. А что характерно всего по истории, то, соответственно, мы ведем книгу памяти, где у нас работники отличились, выделились, какие-то определенные действия совершили. Они у нас хранятся. И мы всегда, вот наше мероприятие, День Почты, мы всегда их вспоминаем, мы всегда приводим их в пример молодежи. И самому мне тоже интересно, конечно, потому что как сейчас работают и как раньше. Мы поднимаем историю, поднимаем архивные данные. И там, например, извозчик такой-то, такой-то доставил то-то, то-то. Сейчас это секунда, минута, да, и быстро все прошло. А тогда это неделя, месяц, ну, там, квартал, будем так говорить, потому что все-таки это расстояние... А какой-то микромузей есть у вас или пока еще не думали об этом? Нет, микромузей такого нет, но можно хорошо отсмотреть на филателии. Вот марочная продукция филателии, там прямо можно просмотреть все создание и историю от начала, да, и до сегодняшнего дня. И до сих пор мы... приходят нам новые марки филателии, да, мы как бы просматриваем, и есть наши работники, которые сразу же покупают. Вот одну марочку я себе куплю. И если вы обратили внимание, то вы приходите к нам в отделение, у нас есть, да, розничные товары, да, и там есть полка Почты России. Да, да. Начиная от фигурок, да, вот царских времен и до сегодняшних дней, автомобилей Почты, там, средства воздушных. Ну, то есть, сувенирная продукция. Да, которая говорит, напоминает и все время подчеркивает, что все-таки Почта, она существовала, существует и будет существовать. Ну, хорошо, тогда поговорим уже о сегодняшних услугах, о сегодняшних возможностях, что может предложить, в том числе, Люберецкий почтамп. Вообще, сегодня кто-то отправляет телеграммы обычные и отправляют ли письма? У нас есть курирующие организации, да, и нас, которые контролируют, они их регулярно проверяют, чтобы они были на нужном месте, в нужное время выемки. То есть, это очень такой технологический процесс, и вам так это кажется, потому что вы в нем не участвуете, да, вы прошли ящик, есть ящик, ну, есть. Нет, за этим ящиком закреплен, например, почтальон или маршрутный почтальон, маршрут дохода ДВ. Он делает выемку, положено в 13.30, он делает и выемку в 13.30, соответственно, приносит в отделение, там ее обрабатываются, и она, опять же, пошла через сортировку и пошла до адресата. Объемы, конечно, уменьшились письменных, потому что все-таки цифра пошла у нас, и, ну, я вам так скажу, наверное, в пределах двух с половиной-трех тысяч все равно проходит. Это не в день, в неделю. В неделю, в двух словах, понятно, хорошо. Что такое сегодня почтальон, человек, который своими ногами обходит дома, как они у вас работают? Почтальон, я вообще их называю «золотые ножки». Так. Очумело, потому что без них фактически существование будет приведено к нулю. Сейчас у нас почтальон – это мобильный, универсальный человек, который, приходя, например, домой, если кому-то извещение, да, а если, приходя домой, пенсию приносит, то он, а, сразу может взять коммунальные платежи, не выходя из дома, у него есть теперь МПКТ-устройство, которое принимает платежи, он может принять за телефон оплату, если остались такие аппараты, телефоны, и даже мобильную связь сразу же на месте принять. На месте можем оплатить различные сферы услуг, которые мы оказываем, например, посылку какую, да, продать товар. Например, что-то заказали, зачастую у нас уже выработано, у наших почтальонов, они же по доставочным участкам, и они друг друга знают прямо вот лучше, чем, наверное, участковый, не постесняясь этого слова, потому что иногда… Участковый чаще меняется. Наверное, да, а тут на всю жизнь, согласен с вами, потому что за некоторые моменты даже участковый к нам обращается, чтобы мы чем-то помогли, потому что есть такая специфика. И, соответственно, определенный контингент людей, которые заказывают заранее своему почтальону, там, «Тамара, ты вот у меня будешь завтра», они уже знают режим работы, когда она бывает, а ты бы не могла мне принести там то-то, то-то, то-то перечень, который Тамара, соответственно, берет и доставляет домой. Соответственно, «Тамаре» сразу производится оплата или же там квитанция выдается как положено. И довольно почтальон, ему идет это сетевые, да, это дополнительный бонус к его окладной части, к зарплате, он повышает свою материальную такую обладу. Есть определенные перечни товара, которые мы можем пропустить, да, которые мы разрешаем и разрешает нам Роспотребнадзор, соответственно, с санитарными нормами. Есть, которые нельзя, да, есть с обложением, например, человек описывает, что там есть, чтобы он уже знал, что это у него есть, и отправляет. А фактически сейчас он приходит к нам в отделение связи, выбирает любую удобную ему под его упаковку. Брендированную. Брендированную. Может, со своей, ничего страшного, мы не навязываем. С маленьким. Как удобно. То есть мы ему предоставляем, что, например, он говорит, я хочу отправить, как вы говорите, вот это вещество, вот это, правда, там, джинсы, не знаю, куртку, банку, варенье, да, мы упаковываем. У нас есть специальный материал, полистирол, который обкатывает это все, чтобы она в процессе передвижения не болталась, не дай бог не повредилась, да, потому что сейчас мы очень сильно, наша компания и Почта России отрабатывает в правильности оформления, в правильности передачи, в правильности транспортировки. Это называется улучшение логистики, да? Совершенно верно. Чтобы, получая, вы сказали, классно, я буду пользоваться услугами Почты России, и мы этому всегда рады. А вот чтобы это было произведено классно, мы проводим титанический труд. Ну вот, согласитесь, что все-таки те альтернативные компании, чтобы не называть их конкурентами, они, я сталкиваюсь с тем, что периодически разные люди что-то отправляют или просят отправить. Например, даже ты можешь прийти в какой-то совсем там маленький, не знаю, такой магазинчик, ну, приемный пункт, где за тебя уже все оплатил приемщик, да, тебе только нужно назвать номер, да, тебе приносят коробочку, все это запаковали, при тебе все, и ушел, и отправили, да? Некоторые такие же маленькие компании, да, которые собирают и отправляют, они приходят к нам, и запаковывают, и от нас отправляют. Только мы об этом не знаем. Не знаем. Понятно. В любом случае, сервис. Сервис и гарантии. Понимаете, вот эти компании, которые работают, я, в принципе, не улезаю, не понимаю, интересно, то, что как доходит, не доходит, но мы даем гарантии, что даже если не дойдет адресату то, что отправил клиент, мы возвращаем и компенсируем. То есть пишется обращение, заявление, мы находим, разыскиваем, соответственно, если там повредилось или еще что-то такое, и он может отследить. То есть на площадке Почта России он может все отследить. Это прозрачно, как белый день. Но мы же часто слышим, как Почту ругают. Не в том, что Леберецкий конкретно Почтант, а вообще глобально. Каждый такой момент мы проверяем, выясняем и, соответственно, делаем определенные выводы, где это произошло, как, за счет чего. Мы клиенту это все разъясняем. И, соответственно, если там идет, то мы возмещаем те моменты, которые, например, украли. Не будем там говорить. Ну, в каких-то моментах что-то произошло. В жизни всякое бывает, организация большая. Ну, и пришло время нам узнать все-таки, какой будет Почта будущего, потому что все-таки даже сегодня, заходя в какие-то отделения, есть ощущение, что где-то время не очень сильно тронуло. За исключением, может быть, брендинга, ребрендинга и так далее. Вот что-то готовятся, какие-то новые проекты? Да. Проекты новые готовятся, они уже реализовываются на стадиях и подготовления, и обкатки. У нас в городском округе Люберцы пять отделений связи, отделения нового формата. А что это такое? Отделение нового формата – это начиная от внешнего вида и заканчивая последним штрихом получения письма, будем так говорить. Начиная от операторского состава, который предлагает различные сферы услуг онлайна оплаты, онлайна кошелька, онлайн таблицы. То есть это вот те сферы, которые, например, клиент может прийти просто с одной карточкой и с одним терминалом, будем так говорить. Вот этот спектр услуг и переводов, онлайн-переводов, и мы же также делаем Western Union оплаты. То есть это формат, который дает нам толчок, вот эти пять отделений, на которые мы сейчас смотрим, равняемся и делаем на них ставку. Это будущее, это технологии, которые… То есть уже можно сейчас прийти и попробовать, да? У нас есть идеальный офис 140.002, который обслуживает по Октябрьскому проспекту. У нас есть Влад Карин, идеальный офис, то же самое. Вот эти отделения, которые показывают пример, что будет с почтой в будущем, и что она не стоит на месте, она меняется, как и все мы, в лучшую сторону. Ну что ж, вот так, будем надеяться, что после посещения идеального офиса у вас появится какое-то другое отношение, если вы скептически относились в последнее время, ну или были какие-то, может быть, проблемы в прошлом. Но так или иначе, ничего не стоит на месте, и вот даже само словосочетание «Идеальный офис» заставляет, просто хочется пойти посмотреть. Ну что ж, поздравим всех, кто имеет непосредственное отношение. Летом, да, почта отмечает свой профессиональный праздник. Поздравим, наверное, всех работников почты в отделениях, всех почтальонов и всех, кто руководит почтой. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. СП «Леберецкий почтамт», УФПС Московской области, Макро-регион Москва. Вел программу Николай Пивненко, программу «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова